Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Дроздов Александр. Сегодня мы снова поговорим о мошенничестве в интернете, об актуальных на данный момент сценариях, как их выявлять и как не попасться на удочки мошенников. Ведь большое количество пользователей продолжает активно пользоваться ресурсами интернета в том объеме, в котором успели привыкнуть за время самоизоляции. И нашим проводником сегодня будет Ярослав Крыгалев, заместитель и руководитель подразделения ЦЕРТ. ЦЕРТ – это центр реагирования на инциденты информационной безопасности компании группы IB. Ярослав, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваше подразделение? Здравствуйте! Да, я, собственно, работаю в компании группы IB, являюсь заместителем руководителя отдела реагирования. И наши специалисты моего отдела находятся на первом рубеже защиты наших клиентов, где мы с помощью наших средств защиты выявляем компьютерные инциденты, анализируем атаки, пытаемся определить критичность и стадию этой атаки, предоставить клиентам информацию о том, кто стоит за ней, какой мотив у атакующих. То есть наша главная задача – предоставить оперативно-технические и аналитические данные по атаке. В некоторых случаях мы пытаемся ее перестановить. Параллельно этому мы ведем такое международное взаимодействие с другими логичными командами реагирования, где обмениваемся с ними информацией об атаках, помогаем друг другу в мерах по перестановке и наступности. Мы, как СЕРТ, являемся аккредитованными членами трех международных сообществ, объединяющих усилия таких команд. Являемся членами международного антифишингового сообщества, работаем с Европолом, Интерполом. Имеем несколько локальных офисов, расположенных в разных уголках мира. То есть наша деятельность глобальна, видим много, слышим тоже много. Ярослав, расскажите, пожалуйста, какая статистика по выявленным мошенническим сценариям за последние полгода 2020 года? После первого полгода 2020 года принесла нам много интересных кейсов, инцидентов, расследований. В конце первого начала второго квартала вся активность кибермошенников была поставлена на ковидные рельсы. То есть практически все популярные схемы так или иначе переключились на историю с коронавирусом. Это было и телефонное мошенничество, это и мошенничественные магазины. Но особо опасные в этот момент времени были вредоносные фишинговые письма, где под видом международных медицинских организаций, медучреждений, компаний, министров разрывоохранения и так далее, злоумышленники заставляли открыть свои вредоносные вложения. Но также мы были свидетелями таких неприятных писем с угрозами и шантажем, где, например, получателю сообщали, что если он не переведет определенную сумму на капиталитный кошелек или в очереди в семье, ему мышленно зарядят коронавирусом. Достаточно неприятное письмо в разгар эпидемии. Но, к счастью, вся эта история с коронавирусной подходит к концу, но мошенники никуда не делись, они будут и дальше использовать любой информационный повод или события в своих целях. И вот, собственно, немного статистики. Так, за первое полугодие 2020 года нами было заблокировано более 9000 фишинговых ресурсов. Это порядка 50 фишинговых сайтов в день отправилось на блокировку. И во втором квартале количество блокировок увеличилось на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть это какие-то сумасшедшие цифры сейчас. Но, несмотря на такую максимальную эксплуатацию темы с ковидом, мошенники преуспели в других схемах, прямо не относящиеся к этой сложной ситуации. Хочу рассказать поподробнее и без привлечения про одну из наиболее масштабных фишинговых атак на пользователей российского сегмента интернета и ближнего зарубежья за последние несколько лет. Это, собственно, история с площадками объявлений и фишингом на курьерские службы. Впервые эту схему специалисты группы Абиза фиксировали в августе прошлого года. После обращения ряда пострадавших. Однако пик активности пришелся на конец весны этого года. В целом за последние полгода количество регистраций фишинговых доменов, направленных на бренды этих площадок объявлений и курьерских служб, выросло в 14 раз. В рамках нашего реагирования за полугодие было заблокировано более 1200 фишинговых ресурсов, участвующих так или иначе в этой схеме. Количество популярных брендов, которые эксплуатируются в этой схеме, более 10. Это и площадки с объявлениями, такие как Авито, Юла, аналогичная белорусская площадка Куфар, Олкс, Изи.юа, то есть украинского рынка. Это и популярные курьерские службы, СДЭК, ПЕК, Воксбери, даже Почта России, Белпочта. Почему, собственно, вся эта история набрала обороты именно в пик эпидемии? По разным данным, режим карантина увеличил спрос на курьерские службы доставки порядка на 30-40%. Покупатели все чаще начали заказывать товары через интернет, стараясь не уходить из дома, при этом экономить и деньги, и время. Собственно, в этот переломный момент воспользовались злоумышленники. Существуют две схемы, сегодня такие актуальные схемы по данному мошенничеству. Первый – это когда на сервисах бесплатных объявлений злоумышленники размещают так называемые лоты-приманки. То есть это объявления о продаже по заниженным ценам товаров, рассчитаны на разные категории пользователей. Это и фотоаппараты, и игровые приставки, ноутбуки, смартфоны, бензопилы, коллекционные вещи, товары для рыбалки, спортпитания и тому подобное. Покупатель, заинтересовавшись выгодным предложением, связывается с продавцом-мошенником во внутреннем чате сервиса. После появляется ключевой момент. Продавец предлагает перевести обсуждение покупки и доставки товара в мессенджер, якобы для удобства клиента. На самом деле мошенник умышленно уводит покупателя на стороннюю площадку, чтобы служба безопасности сервиса не могла отследить и помешать этой сделке. Заманив жертву в чат мессенджера, злоумышленники запрашивают у него контактные данные – фамилиями отчества, адрес, номер телефона, якобы для оформления доставки через курьерскую службу. Затем жертве присылают ссылку якобы на сайт курьерской службы. На деле сайт оказывается фишинговой страницей, традиционно полностью копирующей дизайн курьерского либо почтового бренда, использующий доменное имя, похожее на оригинальное. Здесь на фейковой странице заказа злоумышленник сам заполняет форму для отправки посылки, использует полученные от покупателя данные. И жертвы предлагают проверить корректность информации и совершить оплату товара, ведя данные своей банковской карты. Для покупателя кажется все вполне логичным, но на самом деле цель мошенников достигнута, покупатель теряет деньги, данные карты оказываются в руках мошенника и при этом покупатель остается без товара. Но стоит отметить, что в данном сценарии у некоторых преступных групп схема не заканчивается. Часть жертв обманывают повторно, разводят на возврат. Через некоторое время после оплаты товара покупателю сообщают, что на почте произошло ЧП. Легенда может быть любой, например, сотрудник почты якобы был пойман на краже, а заказанный товар кофисковала полиция. Поэтому для компенсации перечисленной службы необходимо оформить возврат средств, где снова нужно ввести данные своей карты, ввести сумму возврата, которая была указана при покупке. И понятное дело, что с картой происходило повторное списание той же суммы. Существует еще второй сценарий. Это уже обновленный вариант мошеннической схемы, в которой мошенники выступают уже в роли покупателя, а не продавца. Мошенник производит поиск объявлений о продаже каких-либо товаров на досках объявлений. И обязательное условие для объявления, что продавец разрешил с собой связаться по номеру мобильного телефона. То есть выбрав опцию «Показать свой номер телефона всем желающим», мошенник выходит на контакт с продавцом сразу через мессенджер, собственно опять тем самым минуя безопасные чаты на этой площадке, и проявляет желание приобрести выставленный товар. Далее мошенник утверждает, что сейчас же оформит покупку с доставкой, присылает ссылку на якобы сервис бесплатной сделки этой же торговой площадки. На деле никакого подобного сервиса не существует. Злоумышленники все сами придумали, используя похожий домен торговой площадки и ее фирменный стиль. И на этом ресурсе уже заполнена фиктивная форма покупателя, продавца, указан статус покупки. Но есть одно «но». От продавца требуют указать карту, якобы на которую будут зачислены денежные средства после получения товара. По условиям этого сервиса гаранта нужно указать все данные карты, в том числе CVV и SMS-код. После введения этих данных, естественно, происходило списание денежных средств. В этом заключалась вся основная схема мошенников. Действительно ли службы безопасности крупных площадок, авито и так далее, действительно у них установлены какие-то там паттерны? У них имеются какие-то антифрод-системы, которые по содержимому, по общению покупателей и продавца могут с высокой долей вероятности найти там злой омысел и заблокировать аккаунт. На подобных площадках действительно работа службы безопасности, которая различными техническими способами пытается следить попытки мошенничества. То есть если кто-то в чате скинет какую-то ссылку, то она автоматически проверяется по базе известных таких ссылок. То есть было ли раньше какое-то на подобной ссылке мошенничество. Собственно, если это было, то эта ссылка блокируется сразу же. Если это не было, то служба безопасности, наверное, проверяет всю эту историю. Она видит, что кто-то скидывает какой-то сторонний ресурс, и происходит проверка этого. Как происходит это в режиме реального времени, я сказать не могу. Собственно, это вопрос больших служб безопасности. Но знаю, что такой механизм есть, и он достаточно эффективен. Именно поэтому злоумышленники пытаются увести свою переписку в мессенджер. Если бы служба безопасности не отслеживала, они бы проводили это без необходимости работать с мессенджерами. А есть какая-то, может быть, статистика о количестве выявленных случаев или обращений в полицию тех людей, кто попался на такую удочку? К сожалению, информации о том, сколько людей подало заявление в полицию, мы не обладаем. Нам обычно обращаются к нам потерпевшие, говорят, что попались на такую уловку, и просят помочь либо заблокировать сайт, либо помочь с расследованием и то подобное. Но мы, соответственно, отправляем их все-таки в полицию, где им нужно заполнить заявление. И уже дальше, после заявления, можно будет что-то предпринимать, какие-то действия. А вот, Ярослав, вы можете рассказать, да, вот ваша роль в этой цепочке, она есть? Есть в цепочке частного случая человек, который попался на такого рода мошенничество, который хочет разобраться, который хочет какого-то наказания для злоумышленника. В данном случае мы больше можем скоординировать человека, что ему нужно делать. Потому что как только он понял, что потерял деньги, человек находится в шоке, не знает, что делать, куда обращаться. И он начинает гуглить информацию, что делать, если меня кинули на деньги. Он находит, допустим, наш сайт, обращается к нашу горячую линию, и мы пытаемся рассказать ему, что необходимо делать. Ему, естественно, нужно в первую очередь обратиться в банк. В банк, с какой картой списались деньги. Потому что сегодня достаточно много уже российских банков позволяют отменить платеж, если человек сможет оперативно предоставить информацию, что его ввели в заблуждение. После этого ему нужно, конечно же, обратиться в полицию. Сегодня можно подать заявление в электронном виде. И после этого снова обратиться в банк, предоставить копию этого заявления, либо номер заявления в полицию. Обязание в полицию, да. И дальше, на самом деле, наше активное участие на этом этапе прекращается. Если уже полиция инициирует какие-то мероприятия свои, то мы можем выступить в качестве экспертов, помочь, конечно, идентифицировать, найти этих злоумышленников. И мы всегда настоятельно рекомендуем всем потерпевшим обращаться в полицию, потому что чем больше этих заявлений будет, тем больше вероятности, что какие-то мероприятия инициируются. И нам нужен какой-то такой публичный масштабный кейс с поимкой каких-то злоумышленников, чтобы другие группировки не чувствовали себя безнаказанности. И если они находятся в трейсе, то они будут совершать ошибки. По этим ошибкам мы их, собственно, и поймаем когда-нибудь. Тут, наверное, стоит отметить про преступные группировки по их структуру. Просто она достаточно интересная. И мы были удивлены, как это все работает в данной истории. В ходе изучения этих подпольных форумов мы поняли, что группировки исчисляются десятками. Участники этой группы занимают достаточно четкую позицию иерархии со своими конкретными задачами и функциями. В роли в группе и размер вознаграждений каждого участника точно распределены коммуникация, обучение новичков, внутренняя бухгалтерия, организованная с помощью телеграм-ботов. Костяк группы представляют админы, они же саппорты или модераторы, которые занимаются регистрацией доминных имен, созданием фишинговых ресурсов, рекрутингом, распределением похищенных денег. На некоторых андеграундных форумах или тиграм-каналах админы по объявлению нанимают сотрудников, так называемых воркеров, которые размещают объявления приманки на сервисах объявлений, общаются с жертвами в мессенджерах, отправляют им фишинговые страницы. И, кстати, своих жертв они называют мамонтами. Это такое у них официальное название. Все сделки, транзакции воркеров отображаются в телеграм-боте. То есть сумма, номер платежа, никнейм воркера. Сначала деньги им попадают на счет админам, затем они распределяют доходы на остальных участников группы. Как правило, воркеры получают 60-80% от суммы транзакции в криптовалюте, то есть админы переводят им деньги на их криптокошельки. Сразу схему с возвратом отрабатывают также прозвонщики. Это не воркеры, это отдельные люди с отдельными ролями. Прозвонщики получают фиксированную сумму, либо точку-то процента от украденных денег, порядка 5 до 20%. И крайне редко в роли прозвонщиков выступают сами воркеры, поскольку прозвонщики – это узкопрофильные специалисты, обладающие хорошо прокачанными навыками социальной инженерии, четко поставленным голосом, готовностью сходу ответить на самые неожиданные вопросы сомневающихся покупателей. И мы сразу обратили внимание на схожесть действий этих скан-групп. То есть это практически идентичные ответы сообщений Telegram-ботов. Это все натопнуло на мысль о том, что у всей этой истории есть одно начало в виде какого-то одного программного продукта, одних и тех же скриптов. И вскоре наша теория подтвердилась, были найдены сообщения о продаже или выдаче в аренду программного продукта, специально созданного для автоматизации этого проекта. Это был настоящий СОВР-сервис проект. Мы были удивлены. А в таких случаях, когда человек понял, что он слил информацию по своей карте, очевидно, является необходимым сделать ее замену, правильно? Но жить с такой картой не рекомендуется? Конечно, карта уже скомпрометирована. То есть если вы кому-то дали свой CV-код, предоставили, то все, карта скомпрометирована. Ее нужно, конечно же, сменить. Ну, естественно, я имею в виду про неофициальный какой-то ресурс какому-то человеку, либо на каком-то сайте. Если это официальный сайт, и тут ничего страшного в этом нет. Ну, знаете, касательно данной схемы, стоит обратить внимание на следующее. Если человек встречает большие скидки на технику на таком сайте бесплатного объявления, это один из признаков того, что этот лот является приманкой, создан мошенниками. Также, пользуясь услугами сервисов по продаже новых либо у товаров, нельзя уходить в мессенджеры. Нужно всегда вести всю переписку только в чате сервиса. Если на той стороне кто-то пытается вас убедить, давайте там перейдем в переписку в мессенджере, типа там якобы удобнее и тому подобное, это, скорее всего, какой-то мошеннический проект. И, собственно, это должно быть принципиальное условие, что мы введем переписку на этом сервисе, потому что товар продается именно здесь. И не стоит заказывать товар по предоплате, нужно оплачивать товар по возможности, естественно, только когда вы получили товар, убедились в исправности. Если давать какие-то общие рекомендации, то тут, ну, об этом уже много раз говорили, тут, конечно же, стоит использовать критическое мышление. Не нужно спешить и беспрекословно выполнять любые требования на той стороне. Нужно, выполняя какое-либо действие с картой, нужно всегда задавать себе вопрос, а что может пойти не так, почему я должен оставить именно тут свои данные, почему запрашивают смс-код с подтверждением, не знаю, почему этот секретный код кто-то хочет получить. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банкской карты, нужно изучить адрес сайта, нужно проверить, когда он был создан. Сервисы, позволяющие получить такую информацию, сейчас доступны любому пользователю в интернете. Если сайту пару месяцев, либо еще меньше, то с большой долей вероятности он мошеннический. Нужно доверять только официальным сайтам, обращая пристальное внимание на доменное имя сайта. Если оно отличается от официального, то вас, скорее всего, пытаются обмануть. Нужно просто закрыть этот сайт, и по возможности можно предоставить его нам. Собственно, у нас есть на нашем сайте группа IB форма для подачи заявления, форма сообщения по инциденте. У нас есть отдельный проект antifish.ru, где любой пользователь интернета может скинуть сайт и проверить его легальность. То есть, если у человека возникли какие-то сомнения, что стоит покупать на нем, на этом сайте, либо стоит вообще им пользоваться, лучше перестраховаться, заполнить форму, через некоторое время наши аналитики и предоставят какой-то вердикт, скажут, что да, сайт безопасный, либо лучше, ну, либо он мошеннический. Мы попытаемся предпринять какие-то меры по его блокировке. Какие в будущем вы видите возможные переходы к другим сценариям? Какие, может быть, уже начали появляться, но еще в небольшом количестве как бы прощупываются почвы? Ну, смотрите, за последний промежуток времени, вот буквально за полгода, появилась новая схема, достаточно гибкая, достаточно изящная. Что будет в будущем? Ну, и очевидно, что данная схема достаточно прибыльная для мошенников. Мы, собственно, это видим по количеству группировок, то есть они постоянно увеличиваются. Это говорит о том, что эта история будет постоянно развиваться и эволюционировать. Что будет в будущем, сложно предугадать, но мы знаем одно точно, что социальная инженерия сегодня переживает пик. То есть все атаки на пользователей сегодняшние, они очень продуманные, они многоходовые. То есть даже если мы смотрим, ну, вернемся к нашей истории с курецкими службами, что у нас там, что мы имеем? Мы имеем официальную площадку, мы имеем фишинговый сайт, мы имеем переписку в мессенджере, мы имеем обзвонщиков. То есть достаточно много различных элементов, они созданы для того, чтобы создать, то есть ввести, максимально погрузить жертву в эту всю историю и, в общем, похитить необходимую информацию. И, естественно, вся эта история будет эволюционировать. Она будет улучшаться, усложняться, где пользователь будет окружен всей этой схемой, будет полностью поглощен ею и не будет понимать, что вообще происходит. И стоит обратить внимание, что жертвами этих схем становятся уже продвинутые достаточно молодые пользователи интернета. Это, собственно, уже о чем-то говорит. Спасибо большое, что уделили нам время. Желаем вам новых проектов, успешных выявлений, новых видов мошенничества. Да, и вам большое спасибо за саму инициативу эту. Будем надеяться, что это действительно защитит наших пользователей. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok